Во-первых, хочу сразу обратить внимание на некоторые проблемы. Во-первых, я очень многоедливо хожу, когда рассказываю, поэтому, пожалуйста, не серчайте слишком сильно. Во-вторых, там далеко не слышно вообще ничего. Я постараюсь говорить громко, но по дефолту я говорю тихо, поэтому я постараюсь. Ну, поехали. 4,5 миллиарда лет назад произошел взрыв пыли, с которого создала нашу Солнечную систему. И наш дом. Первые 2 миллиарда лет Земля развивалась в таком формате. Это был сушь из бактерий, грифов, водорослей и всех мелких организмов. Далее океаны заселяет рыба. Рыба питается водорослями, бактериями, питается Солнцем и эволюционирует. Рыба выходит на Землю, появляются крупные существа, гинозавры, птицы, млекопитающие. Рыбы и бактерии, они остаются, они рождаются, живут, умирают, рождаются, живут, умирают. Там проходят еще миллионы, миллиард лет. Земля покрывается тонким, толстым слоем ила, остатками жизнедеятельности, тем, что остается после животных и этих микроорганизмов, после их кончины. Температурные изменения, давление атмосферы, изменение полярности Земли, появление ее спутника Луны вызывает реакции. Реакции, которые создают черную маслянистую жидкость, нефть. Она находится глубоко в недрах Земли, которая была на поверхности, но от атмосферным давлением ее забило глубоко-глубоко в землю. Приходят люди. Многие из них в будущем геологи, они много лет учатся для того, чтобы искать, разрабатывать, добывать нефть. Они строят вышки в морях, вышки в пустынях, вышки где угодно. Она не качает, добывает нефть, грузит ее на танкеры, грузит ее на машины, везут на заводы. На заводах из нефти делают сложное вещество, пластиковые гранулы, которые обратно же таки грузят на корабли, контейнеры, везут, 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 везут по всему миру. Привозят на заводы, на которых делают некое. Это некое тоже грузят на платформы танкеры, в машины и везут, везут по всему миру, развозят то, что когда-то лежало глубоко в земле, то, что когда-то могло бы быть маленькой небой. Все это для того, чтобы в субботу, в солнечном утром, вы, как, прошу прощения, как консъемер, могли прийти в ваш любимый магазин и спокойно приобрести пластиковую ложку. Так, первая часть заканчивается. Пожалуйста, вторая. Да, сейчас. Удалить. А, мышка у тебя, часть у меня. Не встретится никак. Нет, это не та лекция. Да. Да. Это было краткое ироничное вступление о том, что такой мелкий объект, который обладает простым свойством доставлять пищу к вашему рту, обладает феноменальной историей на самом деле. Нефть, черное золото, углеводороды. Эти слова заняли очень плотное место в нашей обыденной жизни. Черное золото у всех ассоциируется с нефтью, так ли? Да. Слеколепно. Давайте посмотрим, что же из себя представляет нефть. Нефть, на самом деле, во-первых, бытует мнение о том, что птицы, динозавры, млекопитающие и что-либо большое. То есть, бытует мнение, что якобы динозавры, перегнившие динозавры, являются нефтью. На самом деле это не так. Нефть, это планктон, фитопланктон. Это мелкие бактерии, которые были в океане или на мелководье. Изменения, многомиллиардные изменения земли вышло так, что нефть добывают в пустыне, хотя там когда-то был океан. Нефть, это микроорганизмы, которые под давлением были забиты под слой земли, в породы. Нефть, это ископаемое. Иногда оно выступает в виде тягучей, очень тягучей жидкости. Если вы найдете в стакан нефти, перевернете, нефть не вылится. Есть такая нефть. Есть нефть, которая такая же, как вода. То есть, она легко переливается. Но, нефть, мы все решили считать, что она черная, верно? Но, есть нефть красная, есть нефть желтая, есть нефть зеленая и даже есть нефть прозрачная. Все зависит только от ее состава и от количества углеводородов, которые находятся в составе этой нефти. Я, конечно, слав химии, но я нарисую вам этого покемона. Так вот, нефть находится глубоко в недрах земли. Также, вот тут мнение о том, что нефть якобы это подземное море. Нет, это не так. Это больше похоже на корень дерева. Нефть находится в трещинах, в мягкой породе, которую она может как в своем жидком состоянии проникнуть. Окей? Добывать нефть на самом деле задание не из легких. Все, что мы не знаем, то, что она добывается таким вот образом. То есть, в землю попросту вбивается огромная труба, которая под давлением выкачивает все это, верно? Есть разные способы. Нефть использовали еще 2000 лет назад. Нефть это не приобретение 19 века, это не приобретение эпохи индустриализации. Нефть использовалась в древнем Китае. Бамбук, который имел стандартный наконечник, вбивался в землю. Вообще, китайцам нужно было добывать воду, точнее, соль. Но когда они нашли нефть, они решили, что нефть им не нужна, они выбрасывали. Но они также добывали и газ. С помощью газа они применяли его и из воды делали соль. Китайские химики такие. Нефть сыграла очень важную роль в одном из чудес света. Сады, сирамиды, верно, были сделаны... Из нефти. Нефть применялась как изоляционный компонент в вавилонских висчащих садах. Также нефть применялась как... Тысячу лет применялась как средство света и прочего. Но давайте немного по порядку. Первая нефтяная скважина появилась по некоторым данным на берегу Кослиского моря в городе Баку. Это был 1847 год. На берегу Каспия поставили первую вышку и из меда были черное золото. Сам по себе город Баку на то время был частью Российской империи. И с тех пор шуточно этот город носил название Черного города. Под той причиной, что действительно в современном Азербайджане достаточно много нефти на берегу Каспия. Но официальное начало нефтяной эпохи это 27 августа 1859 год. Для чего ее добывали изначально? Это сейчас делают кучу всего, а изначально первый раз. Об этом дальше есть. Все, я понял. Первая нефтяная скважина была, первая официальная нефтяная скважина была поставлена в штате Пенсильвания, Соединенные Штаты Америки. На то время город Клибленд, который является столицей штата Пенсильвания, и сам штат Пенсильвания находится немножко в западе. Во всяком случае, Пенсильвания на то время из себя представляла Саудовскую Аравию, там было очень много нефти. Оттуда и взяла свое начало компания Джона Дэвиса Рокфеллера, Стандарте Тойл, которая очень долго была монополистом. Эта компания до сих пор является монополистом, хотя она разрознена. И нефть, для чего нужна была нефта? 150 лет назад 12-часовой день приносил радость людям, потому что они могли что-то видеть. Но с приходом ночи наступала тьма. Керосиновые лампы стало открытием, это был Прометей 19 века. Керосин дал возможность людям вести 24-часовой образ жизни. Он дал им свет. Поначалу керосин добывали из угля. Это был сложный, водоемкий и очень дорогой процесс. Табыча нефти позволяла собой дешево, быстро, эффективно и в большое количество получать керосин, который можно было использовать для ламп. Это было нечто, ну что-то из рода вон выходящих, то есть парафиновая свеча, которую все знали, да? И тут внезапно вы имеете источник света безопасный, что самое главное. Потому что свеча догорела, спалила ваш стол, спалила вашу семью, сарай, город. И все, и все на этом закончилось. Это была краткая история о пожаре в Волгоне. Да, керосин и лампы позволили людям иметь безопасный свет. Ой, я прошу прощения. Почему, даже не почему, нефть изменяется, изменяется в барреле. Что из себя представляет баррель нефти? Это 42 галлона. Или 159 литров, если переводить на человеческие методы исчисления. Почему именно 42 галлона? В то время в Соединенных Штатах бочки были все одного формата, 42 галлона. В них перевозили рыбу, орехи, грибы, мясо, все. Это ставилось на шафот, на платформу поезда. И он ехал, перевозился. Плюс 42 галлонные бочки позволили себе очень компактно поставить 20 бочек на вагон. И увезти. То есть это стало эталоном. И из этого появился нефтяной баррель. Что же мы можем добыть из одного нефтяного барреля? Это 150 литров жидкости, черной, ну или иногда другой маслянистой жидкости. При ее первичной обработке нефть выдает еще 9 литров нефти. То есть на первичной обработке мы получаем 168 литров. Из этого всего мы можем сделать 85 литров обычного бензина, который с помощью которого среднестатистическая машина может проехать 1000 километров. 25 литров дизельного топлива, на котором трактор может проехать 70 километров. Почти 21 литр авиационного топлива, которому не хватает ровным счетом ни на что. По этой причине, что большой аэробуз или Боин 747 может на нем пролететь аж полтора километра. То есть всем понятно, почему авиаприлеты такие дорогие? Далее. 9 литров нефтезаводского газа. Ну, газ, чтобы говорить. Остальные вторичные компоненты. Покс, мазут, битум. Мазут, на котором ездят вагоны метро. И когда вы заходите в метро, и есть такой приятный запах по плющикам. Это запах нефти. Парафин для свечи. Да. Парафин для свечи с одного барреля нефти. Я не знаю, почему именно такая цифра, но мои ее ресурсы показали, что из одного барреля нефти можно, плюс ко всему этому, можно произвести 170 свечек для торта. Не 160, а 170. 170 свечек. Ну, потому что это вторичные компоненты, это отход. После переработки. Можно не производить и выкинуть, а можно свечки произвести. Да, типа такое. Мы его сделали из того, что у нас было. Динамика добычи нефти в мире. Пока-то на том, как нефть стиснулась, просто она ворвалась в нашу жизнь. Добыча нефти в середине 19 века, ее начало добычи, появление такой личности, как Джон Рокфеллер, позволили не только давать свет. Нефть стала двигателем, двигателем индустрии, двигателем истории. Ford Model T, которая была изобретена Генри Фордом, который стоил в свое время столько, что рабочему заводе мог за 2 месячную зарплату купить себе автомобиль. А теперь на секундочку, кто у нас зарабатывает за 2 месяца столько, чтобы купить себе дешевый рабочий автомобиль, который ездит, который только сошел с конвейера. Да, это был доступный, дешевый автомобиль, который ездил на бензине. Нефть стала частью нашей жизни. Плюс потом из нее начали делать не только источником света, она стала источником женской красоты, косметика. Да, женщины, вы мажете лицо бактериями, которые умерли 3 миллиарда лет назад. Нравится вам? Они умерли, я все равно не знаю. Нефть также стала применяться в медицине. Один из самых ярких примеров, которые в фармацевтике, с помощью которого делают лекарства, это аспирин. Я не смотрел точно, что, но почему-то аспирин очень близко сопоставим с нефтью. А вазилин? Вазилин, клин, клей, нилон, пена для задувки, то есть монтажная пена и прочее. То есть перечислять можно много чего. То, что мне приходит, было луто и не говорю. Динамика добычи нефти. Все понятно. Катастрофический рост. То есть, считайте, чуть-чуть больше, чем за 100 лет нефть стала везде. Дети в Китае, которые арабским трудом производят айфоны, которые потом презентовал Сэр Джобс, они делаются из нефти, пластики, из нефти, все из нефти. Вашей жизни-то нет. На нефти стоит жить. А чего условлено динамика? Что-что? Почему идет спад? Объясняю. Где спад? В 80-е годы, да? 500 миллионов тонн был спад до 85-го. Почему? В 85-м году. Очень хорошего опасности. Спад в 80-м году обосновал политическими мотивами. Спасибо. Политическими мотивами. Во-первых, великий и могучий Советский Союз, вторгся в Арганистан. После чего весь мир сказал, ай-яй-яй, нельзя трогать бедных лошагетов, уходи. Это первое. Во-вторых, вопрос был задан немного наперед. Конечно, я хотел рассказать о нем чуть-чуть попозже, но таким будет. ОПЕК. ОПЕК – это картель стран нефтедобывающих. Он был создан в 1960-м году. В него уходила Саудовская Аравия, Венесуэла, Габон, Ангола. Еще страны, в которых есть нефть, которые… А, Ливия, Иран, Ирак. Я учу. Просто до 80-х годов, а точнее до 83-го года, ОПЕК был лидером по добыче нефти, и он диктовал цены на нефть. То есть так, как решала Саудовская Аравия, которая была лидером картеля, так нефть и стоила. В 83-м году на бирже, почему-то поначалу фондовой, а потом товарной, появился фьючерс на нефть. Цену на нефть можно было ставить. Теперь люди решали, сколько будет стоить нефть. Путем договоренностей, контрактов на будущее, фьючерс, контракт на будущее, поставки нет. И путем спекуляции. Иногда просто откаинная спекуляция. Это торги, а добыча упала. Не продажа, а добыча упала. Добыча упала, добыча падает спрос. Они останавливали добычу, то есть, чтобы повысить. Да, просто ОПЕК, 30 лет назад ОПЕК знал, что такое честь. Саудиты имели тогда хотя бы какое-то краткое понятие чести. Я дальше об этом скажу. Саудиты для того, чтобы стабилизировать многоценно, не сократили добычу. Дальше. В 2008-м году. Тут все понятно, мировой кризис. Странам было не до того, чтобы добывать нефть, а надо было немного сохранять свою экономику. Все доходит до 2014 года. 2013-2014 год показывает динамику роста. Здесь ОПЕК окончательно потеряла честь. Саудиты понимают то, что они заработали денег на нефти. Они могут не идти на уступки привить государству. Это бюджет, в который входит нормальная цена, в который бюджет может нормально работать. А вот эта жировая прослойка, которую нарастили страны, такие как Россия, США, Канада, Саудовская Аравия, нарастила на дорогой нефти. Спекляционные позиции, нефтяные войны, которые не те войны, там, где Америка плавает по миру, втыкает флаг и говорит, это наша земля, и теперь мы тут будем добывать нефть. Нет, дорого было по-другому. Становление цен, вытеснение конкурентов. По большей части Америка плавает не для того, чтобы воровать чью-то нефть, они просто выбивают игрока из игры. Когда Саддам Хусейн спокойно себя качал нефть и убивал людей миллионами, американцы подумали, что это плохо, и убрали Саддама Хусейна, и все, и сейчас добывает нефти немножко поменьше, чем раньше. Жировая прослойка. Сейчас, и за последних двух лет, она находится где-то вот здесь уже, то есть она сгорела. Саудиты, единственные, кто внезапно осознали, что ой-ой-ой, надо договариваться, по той причине, что 95% доходов в Саугусской Аравии состоит нефть. И если они не будут вести свою политику гибко, они могут потерять все. Саудиты уже начали отзывать свои инвестиционные инвестиции, они начали отзывать деньги из фондов, из фондов, из командовых островов и прочего, для того, чтобы стабилизировать экономику. То есть мир сейчас находится в такой вот небольшой прыжении. Плюс, игра ОПЭК, Саудовская Аравия вышла за пределы этого картеля. Она ведет свою политику, и ей все равно то, что происходит внутри ее содружества. 2014-2013 год, это год, в которых на какие-либо договоренности, пакты и прочее люди просто наплевали. По той причине, что бедная Венесуэла, в которой пачка презерватива стоит 700 долларов, она не может торговать нефтью по той цене, которая есть у нее сейчас. Хотя Венесуэла является мировым лидером. Ни у кого нет больше нефти, чем у Венесуэлы, но Венесуэла не может торговать, по той причине, что это не прибыль. Поэтому Венесуэлы выходят за рамки картеля, так же, как и Сауловская Аравия, начинают договариваться с владельцами ВВП, они друг к другу ездят, Николас Мадуро ездит к Путину, Путин ездит в Венесуэлу, и они пытаются договариваться о том, чтобы стабилизировать цены. И из этого пока что еще не выходят. Они не могут договориться. По той причине, что саудиты сказали американцам... Ой, нет, стоп, я захожу вперед. Прошу прощения, я умерся. Метод добычи. Мы знаем... Мы знаем метод добычи такой, типа... И качаешь. Просто под давлением выкачиваешь все они, все хорошо, все довольны. Есть не в другом, который добылся не в другом образом, газлифт. Также есть кислородный лифт или что-то такое. Газлифт позволяет с помощью газа под высоким давлением выталкивать нефть из пород. Нефть находится в твердых породах. Ее нужно для того, чтобы выкачать, ее нужно оттуда еще выкопать, достать. Поэтому таким вот нехитрым манипуляциями ее выковыривают из земли. Ненасосно-компенсорно на добычи. Практически то же самое. Фонтан это выход, когда нефть на своем пути не встречает... Преград. Преград, да. Потому что она находится, может находиться в твердой скальной породе, через которую она просто не может пробиться. А вот когда кто-нибудь в Техасе, она раньше копаясь у себя в огороде, копнула, у него фонтан пойдет. Это фонтанирующий выход нефти, это самый легкий, просто... Тебе нужно все, что это сделать, приехать, купить участок, вбить туда сваю и качать нефть. Все. Всем знакового вопроса просит. Но есть самый дешевый, самый легкий и самый плохой способ. Фрекинг. Если говорить человеческим языком, это гидравлический разрыв пласта. Если говорить еще более человеческим языком и описать его, это когда под сумасшедшим давлением в недры земли вбивают песок, пресную воду и химикаты. с горящей температурой, фрекинг, он довольно старый, но он применялся в России и он делался топорным методом, то есть они вбивали трубу, бросали туда трокию, взрывали и выкачивали. Сейчас это делается таким образом. Почему это плохо? Во-первых, используется пресная вода. Используется от 70 до 140 миллиардов миллионов. Миллиардов. Галонов воды. Это очень много для того, чтобы копать, доставать нефть из земли. Песок, который под большим давлением разбивает породы. И токсины, которые попадают в донтовые воды, которые в конечном итоге выходят на ветки, испаряются, идут токсичные дожди. Мы все умираем от веселых болезней, таких абстрактов. Нет, мы в России. Мы-то не умираем. Это у них в России. Нет, на самом деле, в России фракинг практически не разный. Он как был топорным методом, так его и забросили. Фракингом занимаются в Америке и Канаде. Вот еще я хотел дальше продойти. Саудовская Аравия объявила нефтяную войну в Америке и начала понижать квоты, а, точнее, повышать квоты, прошу прощения, для дозы и вывоза нефти. И она решила, что она сможет в этой долгосрочной перспективе пересидеть Америку. И то, что Америка начнет цены немного понижать. Но все произошло немного по-другому. Если Саудовская Аравия качает нефть стандартным способом, то есть с помощью помпы, выкачки и прочего, то США добывают в основном не таким образом. Да, он плохой, да, но он дешевый. На сегодняшний день нефть марки West Taxical Intermedia, это нефть VTI марки, которая добывается в Соединенных Штатах, стоит порядком 40 долларов. Себестоимость добычи этой нефти 15 долларов. это то же самое, что пытаться ручкой, плевалкой сбить статую свободы. А какие цифры для классического метода? Себестоимость? Себестоимость? Ну, нефть марки Брэд, который добывается в промежутке между Норвегией и Британией, который добывается не фрекингом, а стандартными способами. Себестоимость ее дороже, она порядком где-то доходит до 30 долларов иногда зависит от способов от того, насколько глубоко находится нефть, насколько твердая порода, в которой она находится. То есть, там есть нюансы. В фрекинге этих нюансов нет. У тебя твердая порода, разбей ее, все. Разбей ее такими катами. Там методы идут совсем другие. Фрекинг запретили во многих странах, в США, в Канаде идут постоянно демонстрации о запрете этого тяжелого для экологии метода. Но пока что деньги побеждают человеческий фактор. Вот. Казалось бы, причем здесь Украина? Четыре года назад ко мне в роте попал некий документ. Потому что в Харьковской области, в Харькове, есть много газа. Причем газа достаточен для того, чтобы мало того, что обеспечить себя или себя в полной степени, но еще и приторговывать и зарабатывать на этом, нарушить бабки. Проблема заключается в том, что добыть его можно только вот таким способом. А если добыть его таким способом, то некоторые части Харькова и Харьковской области могут идти под землю. Вот чем проблема. Таким образом просто появляется пустота в земле, которая в конечном итоге когда-то может заполниться, когда заполниться, она может сверху. Вот в чем проблема. У нас есть газ, у нас есть нефть. Компании такие, как Шеврон, как Энглический Петролиум, они пытались добывать, точнее не добывать, проводить геологическую разведку, подготавливать местность, но они ушли из Украины, причем ушли на очень долго по той причине, что, во-первых, политические события, во-вторых, крайне тяжелая законодательство, которая меняется постоянно и международные компании не привыкли к таким методам работать, когда они сегодня должны работать так, а завтра так, по той причине, что какая-то подруга с косой на голове сказала, что нужно делать так. И третье, это политика, уральдские захваты и прочее, то есть откаты, тоже то, что не совсем хорошо влияет на бизнес. То есть в Харькове лежит куча денег, но их не могут вытащить, потому что раздолбали. Надо сделать выбор либо Харьков, либо не. Хорошо. Топ-пятерка по объемам нефти в мире. Как видите, в пятерку выходит ни Россия, ни США. СА, это СССР, и Ирак. 140,3 миллиона, миллиарда баррелей. На третьем, на четвертом месте идет Иран. В последнее время очень много проблем крутилось вокруг Ирана, учитывая то, что и так цены упали на нефть. Так выход Ирана может собой подоровать цены вообще окончательно. По той причине, что в свое время Иран заявил о том, что он был торговать нефтью по 25 долларов за баррель, и мы на этом будем зарабатывать, и мы зарабатывать будем хорошие бабки. Поэтому новость, когда Иран договорился с шестью государствами о том, что он прекращает добычу, добычу урана и его помещения, и зашла речь о том, чтобы снять санкции с Ирана и позволить выливать нефть на рынок, у меня на работе произошел коллапс, по той причине, что нефть упала сумасшедшим образом. Это хорошо или плохо, когда очень дешевая нефть? Очень дешевая нефть, это, конечно же, хорошо, бензин дешевый. Но не в Канаде, правильно? Не в Аравии. Они будут гореть в аду. Они наспекулировали себе на 30 жизней вперед, они на этом заработали, и все равно о том, что люди будут мучиться. Вот так и не скажется в следующий раз, когда они придут со своей армией. Канада, на самом деле, в Канаде очень много нефти, месторождения называются нефтяные пески, там, где иногда нефть тоже выбивает прямо на поверхность. Канада чувствует себя просто великолепно, плюс, когда ей надо, она работает с помощью фрайкинга. Канада, в Канаде все хорошо. Саудовская Аравия запасы большие, но из-за того, что Саудовская Аравия ведет не очень честную политику и иногда очень твердую, тяжело как-то продавать эту нефть на самом деле. Плюс Саудовская Аравия и все, Иран, Иран даже продавали нефть Китаю. Китай покупал на самом деле все. Китай покупал медь, Китай покупал золото, причем золото покупал Китай любого, он мог купить ваши сережки, если вы их продаете. И с этим образом у Китая теперь золото больше, чем у всех. Зачем столько? Потому что Китай стаскивает торговлю к своей границе. Китай хочет стать мировым центром. Зачем набирать все время, зачем скрудировать? Для того, чтобы когда у всех закончится, Китай сможет это торговать. цена на нефть только растет. А он уверен, что золото будет стоить завтра? Ну, короче, это... Он будет в этом уверен, потому что когда-то золото у всех закончится, он Китай, он останется, потому что Китай все сохраняет. Коммунизм не победит, на самом деле. Все это меньше. Совок просто не на тот камень напоролся. Ну, и Венесуэлла, соответственно, страна, у которой больше всех запасов, но она... Николас Мадуро плачет, он выходит, он плачет каждый раз, чуть-чуть. Меня очень жалко, наверное, этого президента, она самая, потому что человек, который выходит и говорит только плохие новости. Уже 3 года Николас Мадуро выходит на сцену и когда он толкает речь, он говорит эту речь о плохом. Но всему свое время. Плюс, как строится нефтяная политика, точнее, нефтяная политика как очень граничит с геополитикой. Я уже, да, граничит с геополитикой. 2014 год, год, марта, месяц, с помощью военной интервенции Российская Федерация отбирает полуостров Крым и Соединенные Штаты говорят, в России есть нефть. Если нефть будет стоить дешево, значит, Россия будет не очень иллютно. Соединенные Штаты обращаются к одному из лидеров по добычу нефти в Саудовской Аравии. Саудовская Аравия, в которой практически все население является мусульманами и суннитами, говорит, окей, без проблем, мы повысим квота на нефть, нефть будет стоить дешевле. Вот с чего началось падение нефти. С Крыма. С Крыма. Саудиты говорят, хорошо, там вот в Сирии воюют повстанцы, уже душатся три года. Они хотят скинуть режим Башара Асада, который является представителем шаидской конфессии мусульман. США, которые и так поддерживали до этого повстанцев в Сирии, но они поддерживали типа там брикетов скидой, скинуть, там еще что. Они очень мало бросали им оружие. А с Крым бегали без проблем. Вот там саудит, сирийцы бегают, им нужны джевелины. Ну, типа установки, которые херачат по танкам. В США говорят, окей, через две недели сирийские повстанцы бегают в полной экипировке в бронежилетах СМ-16, СМ-4 и долгят по сирийским танкам. Нефть начинает падать. Но такие договоры, они ведут за собой политику очень многих государств. Просто как бы одно-два государства решают экономику всей планеты. В чем это? Просто, когда наконец-то Асада скинут, саудиты смогут поставить свои вышки в Сирии. Вот и в чем. Саудитам нет профита, они просто сделали долгосрочную перспективу, которая сыграла против них. Но, во всяком случае, они могут еще как-то в будущем переиграть эту ситуацию. Это очень тонкий бизнес. А сам мне кажется, да, нефть, просто взял, выкачал саудит, и все. Нет, эту нефть еще нужно продать, эту нефть нужно продать еще выгодно. С такой логики ланчужок осявси вийной встанции в Сирии это все с Байдана починать? Рука вот где? Меченьки Виктория Нуланд. нет. Ну, так что Крым и Саудистская Аравия и Сирия. Крым киты, киты. Если брать причину слезть свою связь, ну, да. Большой миловат Майдан. Вот на прыгали и не ехали. Давайте еще поговорим. Дальше. Пять игрок. Украинцы керуют смерть. Украинцы Немного смерть. Каждый шесть их джунь так я убираю миловат Майдан. Попробуй не поспал. Ладно. Никуда я вам переставаю. Почему просто вопрос почему в Украине бензин дорожает и они дешевеют во всем мире? Потому что стоимость бензина это куча налогов это много всякой возни бюрократической не это слишком тяжело на самом деле бензин тоже подешевел в январе 2014 года литр бензина стоил 11,3,3 копеек при курсе 8,20 в баксах он подешевел в баксах он стоил доллар 30 литр бензина литр бензина А95 сегодня литр бензина при курсе 23 24 стоит 18 гривен он подешевел он стоит меньше 80 центов бензин подешевел просто из-за девальвации гривны мы этого не почувствовали во всем виноваты гривна и все я прошу прощения за столь длинный нефть спасла китов спасла нефть спасла китов от вымирания по той причине что до того как начали качать нефть свечи и керосин когда делали из китового жира китов убивали для того чтобы делать свет нефть сделала так что китов больше убивать не надо потому что по той причине что 749 судов китобойных которые плавали по миру убивали китов через 20 лет их стало 39 только из-за появления нефти единственное за кем охотиться на сегодняшний день это кашалоты по той причине что их жир не замерзает даже в космосе его используют для смазки промазки деталей для космических аппаратов шатлого и прочего все спасибо за внимание аплодисменты аплодисменты и пот verdi рекомендую господи на EA в шатлого и